13.06 в Кирове, у микрофона работает Светлана Занько, это программа «Особое мнение», а свое особое мнение сегодня высказывает депутат Кировской городской думы Владимир Журавлев. Владимир Вениаминович, добрый день. Здравствуйте. Ну что, Марина Сазонтова буквально на днях в нашей программе тут же в «Особом мнении» заявила, что инициатива по пенсионному референдуму может заглохнуть, и связывает она это с тем, что те группы инициативные, которые избиркомы регистрируют в разных регионах страны, они регистрируются только для того, чтобы не дать провести референдум коммунистам. Что вы по этому поводу думаете? Ну, я вполне допускаю, что политтехнологии сегодня таковы, и власть, я имею в виду президентскую власть, она очень жестко руководит всем, то есть это показали и последние выборы в Государственную думу, в областную законодательность собрания и в городскую, соответственно. То есть власть нужна консолидация, она мне понятна, с одной стороны, я бы вроде бы понимаю, там, задачу власти, то есть давайте поставим себя на место Путина, да, как бы вывели себя. Понятно, что хотелось бы, наверное, какой-то централизации, но не надо и забывать, что вот это любого человека касается, и вот, например, в религии нашей, в православной, это и есть вещи, понимаете, от искушений. От искушений нужно опасаться, то есть искушение подумать о себе, что я самый умный, что я могу все решить за всю страну, за всех людей. Вот это каждый человек на своем месте, облеченный властью, должен постоянно думать. И в данном случае я, наверное, с Азонтовой соглашусь, тем более, вы знаете, есть такое правило, если ты хочешь развалить дело, возглавь его. Слышали, да, такое? И технологии, к сожалению, работают. Ну вот она говорит, что эта команда идет от Единой России, она так считает, потому что если инициативная группа не соберет нужное количество подписей, то референдума не состоится, и вот все эти маленькие группы, они только для этого и создаются, вот все эти инициативные группы, маленькие или большие. Ну, конечно, всем этим руководит политическая сила Единая Россия, но я бы хотел оговориться, что проблема Единой России не в самой форме, эта форма, а в содержании те люди, которые возглавляют ее, как на федеральном уровне, ну, так и на местном особенном уровне. Мы знаем все о них, считалось, считаю, что это люди, которые ведут не туда людей, и они не являются авторитетными. Ну, вот коллеги из нашего новостного отдела в новости, которая на сайте хакера.ру есть, сообщают, что в России по схожим вопросам можно зарегистрировать только одну инициативную группу, вот в частности по референдуму по пенсионной реформе, и во многих регионах они уже зарегистрированы, в том числе и в Кировской области, и это не КПРФ. Я знаю, да. То есть, ваш прогноз в таком случае быть референдумом или нет? Ну, я думаю, что не будет референдум, потому что, ну, представьте, референдум это является фактически законотворческой инициативой, если люди проголосуют против пенсионной реформы, придется остановить. Тут, знаете, страна наша и общество попало в такие определенные тиски. Вот я, как экономист, понимаю, с одной стороны, что пенсионный возраст по многим показателям, не только экономическим, там, бюджетным, нужно повышать. Но не то, как это было сделано. Примитивно, просто, посчитали людей за дураков. Вот это, знаете, самая главная оценка последней власти, которая там с нулевых годов, да, Ельцинская, это вообще была фактически воровская шайка, которая разграбила страну и ее просто раздала, приватизировала все. А вот с нулевых годов те люди, которые есть, они фактически сегодня у власти, это люди не соответствуют сегодняшнему времени. Экономическим реформам, социальным реформам, образовательным, медицинским, то есть они носители старой знаки. Я считаю, что ей пришло время обновления, и они ничего не могут сделать. Реформа нужна, но вот изначально она не была продумана. Как так, мужчинам 5 лет, женщинам 8, слушайте, у нас... Ну, уже все откатил, Владимир Владимирович. Ну, откатить-то откатил, но вот, ну, это же было изначально, было понятно, вот те острые моменты, просто не было анализа. Давайте вернемся, все-таки мы много это обсуждали, и все эксперты, абсолютно все сходятся во мнении, что действительно не была проведена должным образом подготовка, и все-таки сейчас. Вторые чтения в Госдуме будут уже в конце сентября, накануне запланирована акция КПРФ 22 сентября. В переддверии обсуждения, это вот очередной митинг против пенсионной реформы, а справедливая Россия или вы, как человек, присоединитесь к этой акции? Видите ли вы в ней смысл? Я... Нет, смысл всегда есть. Во-первых, любая оппозиция, когда мы заявляем другую позицию, это нормально. Даже то решение в итоге, вот смотрите, если бы оппозиция не выступала, а стала бы женщине 63 года. Понимаете? Справедливая Россия присоединится к акции 22 сентября и вылечена? Да, присоединимся. То есть я считаю, что в том виде пенсионная реформа нужна, но в том виде, не продуманная, не финансовая. Ее структура не меняется. Это опять просто пыль в глаза населению и мы дальше не двигаемся. Присоединитесь в каком виде? Вы придете прямо туда и не важно, что КПРФ заявлялась? Вы знаете, у нас в оппозиционных партиях, ЛДПР, коммунистов и у Справедливой России сложились нормальные отношения. Во-первых, в оппозицию пришли те люди, уже которые сами по себе, это не те, которые приспособленцы, которые присоединяются к единой России. То есть, так сказать, правящей партии. А это те люди, которые могут выступать и говорить нет. Понимаете? Это особая когота. Я считаю, человек из оппозиции, это уже заслуживает уважение. Смысл это рождение? Зачем? Показать. Мы знаем, что мы в меньшинстве, но показать, во-первых, людям. Мало того, это правящей партии нужно, чтобы была оппозиция, чтобы люди видели, что ребята, на самом деле есть люди, которые против этого, в том числе депутаты. Но вы, к сожалению, за нас не ходите, не голосуете. А если приходите, этого недостаточно количества. Окей, вторые чтения пройдут, примут? Да я уверен, что эту пенсионную реформу, вот в том виде, которую сейчас озвучил Владимир Владимирович, подкорректировал, ее я протащил. Имеет смысл после этого еще какие-то протестные акции проводить? Или уже не будет? Вы знаете, сопротивляться и говорить нет, есть всегда смысл. Если бы мы не собрались умереть как общество, как граждане, как страна, оппозицию нужно... Я знаю, что даже по своей позиции, сколько мы выступали там против этой же Быковской клики в Думе городской и в тех делах, которые администрация... Но ведь поменялись времена. Хотя у нас было там единицы, там Садалов, Черезова, Татьяна Ивановна, еще пара-тролика депутатов. Вот и другие пришли в город в область. Конечно, другие... Сейчас пришли другие люди, и вся ситуация меняется. Она по чуть-чуть, но вот Шугин, например, и Васильев... Сиди-менеджер и губернатор. Да, и губернатор. Это не белых и не перескоков, понимаете? Это другие люди. То есть им респект за то, что они вот по Парку Победы, вы считаете? Ну, во-первых, по Парку Победы тут заслуги, может быть, есть молчаливое согласие Васильева и Шугина, оно есть поддержка, но там инициировались совершенно другие люди. Это общественники, это и депутаты, это и другие... Но письмо-то написал, я знаю, Шугин подписывал. Погодите, он дал согласие, что признает ущерб. Да, да, конечно, с ним было проговорено, но это не основное. Не молчаливое согласие. Я согласен. Он тут озвучил неоднократно свою позицию. Молодец, Илья Вячеславович, за это им респект. Это особое мнение Владимира Журавлева и еще о пенсионной реформе. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту, зам руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, он прокомментировал высказания главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова о том, что уголовное ответственность за увольнение отказа трудоустройства людей предпенсионного возраста может стать препятствием для их трудоустройства. И прокомментировал таким образом заявление Владимира Владимировича Путина, который как раз и говорил, что надо вводить уголовную ответственность работодателям, если они не будут принимать людей предпенсионного возраста, собственно говоря, на работу. И Нилов в своем посте, он размещен на сайте «Справедливой России», он говорит о том, что это практически принуждение людей предпенсионного возраста к низкоквалифицированному труду, потому что уже и физические способности не те, и с памятью многих там не все так, они могут просто физически не смочь занимать уже те посты, которые занимали, ну вот, да, в силу возрастных особенностей, придется им переквалифицироваться, как он сказал там, на дворника или на охранника. А что вы, как работодатель, вот скажете, да, и как депутат, и как человек по этому поводу? Ну, вот, вы знаете, у нас правящая вот эта элита, которая сегодня на федеральном уровне, ну, я про областную не говорю, потому что решается на федеральном уровне и все, она сегодня, вы знаете, не соответствует уровню знаний, то есть она, у нее квалификация не соответствует тем вызовам. Нет, погодите, погодите, погодите. Заявлять такие вещи. Согласны ли вы с заявлением Олега Нилова, что принуждение работодателей, значит, брать, это вот, это повлечет за собой смену профессии у людей предпенсионного возраста, и они вынуждены были, будут становиться дворниками и, там, охранниками. Ну, он утрированно немножко говорит, но я хочу сказать, что он, понимаете, он немножко как бы общественный политик, он немножко это утрировал, понятно, что если это директор завода, он дворником, наверное, не пойдет. Ну, в большинстве, может быть, там, 99 из 100 не пойдет. И это такая картинка, которая показать... Что все должны будут терпеть директора завода до скольки-то лет, даже если он уже потерял возможность руководить. Слушайте, я с этим согласен, но, к сожалению, вы знаете, вот никто не задумывался, а вот когда частный бизнес, у нас, вот я знаю директора, которым далеко за 70 крупных предприятий исправляются, работают. С вами все в порядке, хорошо. А что, ну, то есть вы не думаете, что людям вот этого возраста массово придется уходить на какие-то работы несколько... Нет, это немножко не связано с этим. Тут же, вы знаете, проблема больше всего в психологии людей. Вот вы меня поймете, там, ну, кто был в армии, там, представляете, вы там два года отслужили, а вам говорят, а вам еще нужно год отслужить, там, да? Или даже хотя бы два месяца. Это психология. А для людей, которые, там, 60 лет собирались выйти на пенсию, говорят, нужно еще поработать пять лет. То есть, ну... Нет, меня интересует один вопрос. То есть, вот здесь потерь не будет. То есть, люди будут нормально продолжать работать. Да, я считаю, что это огромный стресс, что у нас федеральное правительство, эта реформа, она должна быть постепенна, должна быть... Погодите, Владимир, пожалуйста, отвечайте на мой вопрос конкретный. Есть ли угроза того, что люди предпенсионного возраста в силу этой новой реформы вынуждены будут уходить на низкоквалифицированные работа? После короткого промежутка отойдет. У нас перерыв на полный. Да, это программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает депутат городской думы Владимир Журавлев. И я повторяю свой вопрос. Считаете ли вы, согласны ли вы с Олегом Ниловым, что люди предпенсионного возраста, которые в новое уже будет о действительности жить, вынуждены будут переходить на низкоквалифицированную работу? Согласен. Будут. Дальше. Что насчет возможных компенсаций работодателю? Который также под угрозой уголовной ответственности, о которой сейчас говорит в том числе и Путин, должен будет принимать на работу предпенсионеров или сохранять за ним рабочие места? Слушайте, во-первых, уголовная статья за то, что работодатель нарушает все принципы бизнеса, понимаете, гражданское судопроизводство. Я понимаю, кто-то может сказать, не юрист по специальности, Путин юрист, Медведев юрист. Слушайте, это противоречие конституции, свободе выбраны, в том числе право на труд. Есть трудовой кодекс, который все предусматривает, и там четко в нем сказано, достижение пенсионного возраста не является основанием для увольнения. Все, что нужно еще придумывать? Я думаю, что это просто политическая риторика, чтобы, знаете, не сведущих людей, которых у нас много, но просто таким образом, что мы якобы защищаем ваши интересы. Ребята, пенсионная форма в той форме, она не проходит. Самое главное, я даже вижу, дело не в возрасте, а в структуре. Как дальше будут эти числения? Сможем ли мы, вот кто-то, например, платит всю жизнь пенсию, сможет ли он, вот как в Европе, как в Америке, как в другом западном мире, человек даже не дожил до пенсии, он, эту пенсию может, его наследники могут наследовать и тратить, это накопление всей жизни. У нас же, как всегда, непонятно, куда они, они строят большие здания пенсионного фонда, потом на какие-то, помните, в начале нулевых годов, я помню, два раза, они забирали на нужды на оборотку якобы, Медведев же забирал, на нужду экономики, слушайте, не надо одного забирать. А вы помните, что назначительная часть пенсии и сейчас по законодательству может быть унаследована? Я это понимаю, но, к сожалению, конечно. А я вот нет. Для меня это было открытие, и я со многими людьми после того, как нам недавно тут сказали об этом в студии, разговаривал, люди не знают об этом, наследники не знают об этом. Я хочу сказать, что там формально это есть, но на практике, покажите мне хотя бы один случай, там есть, не хватает немножко двух вещей, которые законодатель упустил сознательно или нет, которые не позволят это сделать, вот и все. Дело в другом. Дело в том, что эту часть пенсии выдают наследникам только по заявлению, а люди не знают, что на нее можно заявиться. Нет, я, там не хватает, как бы там, это вещь, знаете, как они сразу спрашивают, говорят, а докажите вот эти все платежи, и в итоге, вот с доказыванием бывает очень сложно. Я пока, по крайней мере, ни одного не знаю случая в Кирове или в области, чтобы наследники получили вот эту накопительную пенсию. Возвращаясь к уголовной ответственности работодателей, как вы думаете, такая норма будет принята? Эта норма противоречит Конституции, противоречит законодательству, понимаете? Не стоит ли тогда это обсудить уже, например, в бизнес-сообществе с бизнес-омбудсменом и выйти вовремя с какой-то противоположной инсайцией? Вы знаете, я даже не вижу смысла, как юристу это что-то сейчас оспарить. Эта риторика, ну, понимаете, она такая безответственная, я бы сказал. Зачем сказал об этом? Ну, брякнул, бывает такое в политике у некоторых. К сожалению, я говорю, брякнул, потому что почему? Потому что в трудовом законодательстве сегодня есть это положение. Достижение пенсионного возраста, не сказано какое, 55-60 старое, не является основанием для увольнения. Вот и все. И с точки зрения юридической, как это доказать? Да даже человек, работодатель увольняет этого человека, говорит, да он старый уже. Но он ведь не пишет в формулировке, а и сейчас, наверное, эти случаи есть, я так думаю, но он ведь не пишет в формулировке из-за того, что он старый, понимаете, а там придирается к другим вещам, пьет, прогуливает. То есть формально у работодателя, у недобросовестного, у него всегда есть повод уволить человека. Но в то же время положительные моменты... Такие заявления говорят о том, что прессинг на работодателя будет. Я думаю, что это просто пропаганда такая, понимаете, да, вот якобы мы вас защитим и так далее. Все понятно. Все понятно. Владимир Журавлев, это его особое мнение. К нам пришел вопрос на сайт, значит, спрашивает про продажу, но поскольку вы экономикой занимаетесь, продажу торгового центра Театро, это на Преображенской 65, Театральная площадь. Его продавали на аукционе, и не было подано ни одной заявки. Семьэтажный торговый центр, выставлен на продажу, был земельным участком, единым лотом, начальная цена составляла почти 450 миллионов рублей. Что такое? Почему не продается в центре города торговый центр? Слушайте, ну это вопрос не ко мне, я не специалист по недвижимости. Ну вы часто высказывались по поводу европейского, и тоже там с ценами нормально разбирались. Почему? На европейский много заявок, а на Театро нет? Ну, во-первых, у Театро нет участка земельного. Насколько я знаю, это на углу от Преображенской и... Карлолипних там? И Карлолипних там. Слушайте, там нет участка земельного. А зачем он? Есть торговый центр, зачем земельный участок? Ну, во-первых, там те площади, насколько я вижу, вот... Семь этажей? Семь этажей, это перебор для торгового центра. Вы знаете, я думаю, что там и с пожарными нормами, наверное, не все в порядке, потому что там под торговую площадь уходит один, максимум два этажа, ну, три этажа с натяжкой, а все остальное, это, в общем, такой офисный баланс, который большой ценности не имеет. Лучше бы здесь построили жилье с точки зрения и риэлторской деятельности, это более выгодное вложение. Уже построили. Что с ним делать-то теперь? Это проблема хозяина. Надеюсь, что это частный, ведь наверняка. Ну, пусть человек сам разбирается, сам построил. Если захочет продать, пусть снижает цену. У всего есть цена на рынке. Такие потребности в торговых центрах в центре города еще есть, как вы думаете? Ну, вы знаете, я за рынок бы не стал решать. Сегодня торговые площади, они превращаются не совсем чисто в торговлю, не совсем в офисы. Это появляются досуговые вещи, там появляются фудкорты, где можно покушать несколько ресторанов разной кухни, там армянской, грузинской, русской, украинской, там еще что-то. Появляются детские игровые, где на целом этаже можно поиграть, там еще что-то сделать, кинотеатры. Возможно, там со временем, я знаю, там в Москве какие-то театральные, театры детские, например, играть, какие-то спектакли. То есть сделать из театра детский театр? Нет, сделать из театра досуговый центр. Возможно, там ветеранов разместить, которые, например, делают какие-то поделки, например. А, ну вот даже не ветеранов. Какие-то образования. Задумайтесь над людьми предпенсионного возраста. Да, какие-то образовательные вещи. Еще один практикум. Это вопрос, да? Вопрос к собственникам. Как организовать выгодную деятельность вот эту? 450 миллионов за такой торговый центр, вы считаете, цена определенная? Я не знаю, метража. Сколько метража? Не могу сказать. Нет в новостях. Ну, поэтому я, к сожалению, не могу их корректировать. Вот риэлторы ссылаются, что слишком высокая цена. Понятно, продолжаем разговор. Например, по центральному рынку, я знаю, есть покупатель за 2 миллиарда рублей. Но я считаю, что это дешево. За само здание центрального рынка? За весь комплекс вместе с Землей. 2 миллиарда это дешево. А сколько? Ну, я считаю, что где-нибудь 3,5. 3,5, да. А если учитывать, посчитать те возможности, которые, может быть, и даже 5,6 миллиардов. Раз уж мы заговорили о центральном рынке, мы вот до программы с вами про урбанистический форум тоже обмолвились. Вы сказали, что вы пойдете на него. И одна из тем, которая на урбанистическом форуме и в его преддверии поднимается, это вот приезжал как раз специалист из Санкт-Петербурга, который говорил, что вот есть проекты, которым можно реализовать комплексно осваивая территорию. И превращая огромные участки в новые центры города, он как раз центральный рынок называл одним из приоритетных таких пространств, где говорил господин Перелыгин, директор Института Ленги Прогор, он говорил, что именно эта часть наиболее легкая в осваивании и привлекательная для инвесторов. Рынок надо сохранять полностью, его переоборудовав, но там должны появиться прогулочные улицы с ресторанами, офисами и ни в коем случае не желая застройка. Что вы думаете по этому поводу? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что мы без Кспина Перелыгина это знали, есть люди в городе, к сожалению, они не были связаны с предыдущей властью, понимаете, то есть я хочу сказать, что вот все, что было при Быкове, при Перескоке, при этом там, при Дранам, при Белых, это все люди, которые там работали, в общем-то, на себя, на себя или на своих приближенных. А в городе куча бизнесменов, я знаю, творческих, созидательных. И на этом месте действительно рынок построить, у нас уже года 4 или 5 есть предпроектное решение, которое мы показывали предыдущие власти, но понятно, что у них были другие интересы. То есть вы в этом участвовали? Конечно, я в этом участвовал, есть даже предпроектное решение и сейчас... Что включало в себя это предпроектное решение? Предпроектное решение, это сама идея и привязка к земле. Ну а что, какая идея, да? О чем мы говорили? Вот сегодня на тех свободных площадях в центре, где сегодня есть ларьки, ларечки, да, которые под открыто небо, так-то мы по федеральному законодательству еще с 1 января 2015 года должны все вот эти ларечки на рынках увезти под крышу. Мы нарушаем уже, 4-й год нарушаем это законодательство. 4-й год, с 1 января 2015 года. Второе, есть решение вот такое, что построить на этих местах. У нас, видите, там две проблемы, помните, были против приватизации этого рынка арендаторы? Их там больше тысячи человек. Нет, давайте про вашу идею, что там должно быть? Так вот эта идея, она позволяет и учесть интересы арендаторов, и самое главное, интересы муниципалитетов. Хорошо, без обоснований, просто какая идея? Построить 20-тысячник, торговый центр, новый, не снося ничего старого, в центре, вписав его правильно, организовав для того, чтобы в дальнейшем, то есть не весь центр рынок брать и закрывать, а делать его идти модулями, поэтапно, по ступеням, пошагово, развивая, но концепцию общую необходимую. Туда поместить, продать, построить на какие деньги, не нужны кредиты в банке, у города есть земля, она дорогущая земля. На этом месте, вот продать арендаторам, которые там сидели на рынке, по льготной цене, вот эти магазинчики на втором этаже, от 15-30 метров, мы эту концепцию согласовывали с профсоюзами арендаторов, техно-центральным рынком, они выкупили, не каким-то людям со стороны, а именно арендаторам. Этих денег достаточно для того, чтобы построить и первый этаж без денег. Первый этаж у нас остается за муниципалитетом, на втором этаже появляются все вот эти арендаторы, выкупив вот эти площади у города. Что вокруг этого 20-тысячника? Вокруг этого 20-тысячника. А вот для того, не сразу нужно это строить, а мы предлагали концептуально как раз весь этот квартал и разработать изначально, идти пошагово. Мы, по крайней мере, решили... Жилья? Нет, жилья не надо. Жилья не надо. А что? Нужна торговая, вот эта торговая современная площадка. Гигантская торговая площадка. Что делать с окружающими торговыми центрами? Притом, она не должна копировать торговые центры, вот эти прогулочные зоны, но это, наверное, не совсем для центрального рынка, она должна играть роль продуктов питания, которые производятся в области фермерской хозяйственной части. 20 тысяч квадратных метров. Погодите, вот 20 тысяч, это два этажа. 10 тысяч первый этаж, 10 тысяч второй этаж. 10 тысяч второй этаж мы продали арендаторам, за счет их построили на 20 тысячник. А первый этаж, я предлагаю, 5 тысяч продать или... Нет, не продать, а сдать в аренду всем нашим производителям продуктов питания. БКК, молочные комбинаты, мясные комбинаты, все, что есть. Вы просчитывали, такая необходимость есть в таких торговых центрах? Она есть в фирменных магазинах, понимаете? Да, есть такая необходимость в городе делать такую торговую доменную. Есть, а вторые... Экономические обоснования вы, как экономист, просчитывали? Да. А вторые... Все ли будут туда ходить? Я хочу сказать, этот торговый центр будет приносить 5-6-7 миллионов прибыли в год? В месяц, в месяц. В месяц, 5-6-7 миллионов прибыли в месяц. Проходят в драмтеатре. Выставки или ярмарки? Ярмарки. Выставки, выставки продажи. Это площадь, которая вокруг торгового центра. На них промышленные выставки, ярмарки. Нет, сегодня, вот, например, есть у нас отрасль пищевая. Вы там скажите. Все пищевые выставки проводятся в Доме культуры Родины, в филармонии или в драмтеатре. Вы предлагаете на площадях вокруг 20-тысячника проводить? Нет, не вокруг, а внутри. А вокруг-то чего? 5-тысячная. А вокруг-то чего? Вы знаете, что у нас нет негде проводить промышленные выставки. Хорошо, у нас есть оборонка, есть бытовое, там, потребительские товары. Лепси, АвиТек, Маяк, где они могут выставить? Где выставку проводить? Все, у нас нет площадки. Вот в этом торговом. Так как нет у нас концертного зала, правильно говорит Васильев, так у нас нет промышленной, для промышленной выставки. Поняла. Да, рынок, магазины, плюс помещения для промышленных выставок. Конечно. Под одним, под одной площадью. Конечно, конечно. Так и не сказали, что вокруг этого торгового центра будет... Нет, вокруг торгового центра, во-первых, там должно быть, ну, наверное, правильнее убрать подземную, подземлю в постоянке, потому что в центральном рынке проблема парковка. Да, конечно. А там ничто не мешает. А вокруг-то чего? Вокруг, а там дальше нужно прописывать, понимаете? Вот я вписал предварительно, мы решили задачу. Пока 20-тысячник, а вот все остальное, все квартальное нужно планировать. Все понятно. Владимир Журавлев, это его особое мнение, прервемся на полторы минуты и продолжим. Да, это действительно программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня высказывает депутат городской думы Владимир Журавлёв. У микрофона работает Светлана Занько. И у нас одна из самых популярных новостей на сайте хоккейрова.ру. Часть игроков Родины не ходит на тренировки. Хоккейный клуб Родины. Продолжается эпопея. И главный попечитель команды Родина комментирует вот это. Он сам говорит, что игроки не ходят на тренировки. Говорит, сейчас состояние у клуба глубокой неопределённости, но при этом присутствует энтузиазм. И он надеется, что пока идут соревнования, игроки смогут втянуться. А кого пищерем называете? Маури. Андрей Маури. Он не попечитель, он директор, по-моему, клуба, да? Прекрасно. Руководитель клуба. Но, во-первых, я хочу сказать, мне понятны его слова с энтузиазмом. Потому что, понимаете, без веры, без оптимизма тогда и жить не надо. У нас не всё так хорошо. Поэтому оптимизм у людей, которые ещё намереваются жить, они всегда, оптимизм всегда присутствует. Единственное, что это нужно подкреплять. Говорил и говорю, что проблема вот не только хоккейного клуба «Родина», но и там… Нет, давайте про хоккейный клуб «Родина». Динамо, волейбольный клуб, баскетбольный клуб, та же самая проблема. Нет, не та же самая проблема. Только на хоккейный клуб «Родина» из года в год ищут и находят у предприятий десятки миллионов рублей. Десятки миллионов. Их ищут и находят. И в этом году собираются тоже найти. И заявляются на соревнованиях, потому что Федерация хоккея с мячом России подтвердила участие «Родина» в клубке России. Команды, игроки, которые не ходят на тренировки, и, видимо, в процессе Кубка России они будут втягиваться в игру. И на это ищут и находят десятки миллионов. Как ищут и находят, вы знаете? Ну, на самом деле, вы мне сначала покажите сверстанный бюджет. Это все может быть на бумаге, это желание. И вот я знаю, что к Андрею Альбертовичу и Мауре многие относятся как бы не однозначно. Но хочу сказать, вы знаете, в трудный момент человек пытается хоть что-то сделать. Да при чем тут человек? Игроки не ходят на соревнованиях. На них опять же находятся стояки десятки миллионов. Слушайте, если они платят зарплату несколько месяцев, может быть, у кого-то и нету. А зачем? Объясните, играть в Кубках игрокам, которые даже не ходят на тренировки. И зачем находить эти деньги? Объясните, Владимир, я вот как хребет своего бюджета не понимаю. Это просто фраза, что не ходят. Может, не ходят два-три человека. Давайте к конкретике переходить. И что? Это нормально для команды спортивной? Я считаю, это ненормально для нашего региона и для нашего министра спорта Георгия Андреевича, который не может найти деньги. Если ты... Слушайте, еще раз. Слушайте, проблема... Тратятся десятки миллионов. Люди не ходят на тренировки. Все рассыпается. В очередной раз собирают предприятия. И вы не можете не знать, Владимир, как это происходит. Тут они заявляли у нас в студии. Их собирают. Они платят не от того, что очень хотят поддерживать команду Родина. И мы имеем то, что мы имеем. Это не похоже вот сейчас на совсем уже агонию? Я вижу, мы предлагали еще 4 года назад ту систему финансирования и все остальное, которое могло бы решить проблему. Власть нас не слышит. Ну, раз не слышит, пусть там Шугин, Васильев, Георгий Андреевич, министр нашего спорта решает проблему, сами варятся. Есть люди, которые знают, как это решить на местном уровне. Опять есть люди. Есть люди. Объясните ситуацию. А что объяснять? Если дураки у власти, если люди, которые некомпетентны, не можешь решить вопрос. Это Барменов сейчас? Вы его называете? Да все, кто не может решить. Ну а что так? Который не может решить. Конечно. Убрать его надо? Конечно, надо убрать. И взять того человека, который скажет, я решу вопрос. Клуба Родина, футбольного клуба Динамо, волейбольного клуба, баскетбольного клуба профессионального. Это организационная работа. Вы знаете, сколько денег выделяется на всей федерации? Слушайте, я понимаю. Слушайте, я все рукопейки знаю. Порядка 50 миллионов на 50 примерно федераций. На один только спортивный клуб Родина сколько выделяется? Давайте договоримся, как формируются эти 50 миллионов. Там в основном федеральные деньги. Федеральные деньги. Это на развитие детского спорта. Да, на развитие детского спорта столько, а на хоккейный клуб Родина для нормального функционирования нужно на 180. Слушайте, а как Татарстан решает у него во всех основных видах спорта чемпионы? То есть мы можем сказать, что у нас все ресурсы как Татарстан. Я считаю, что нужно уметь. Не надо было все приватизировать, в том числе ТГК опять, все тепловое там. Это уже прошло. Давайте от этой точки скакать. Я считаю, что нужно искать финансирование, инвестирование. На хоккейный клуб Родина. Конечно. А детский спорт, пускай вот с этими 50 федераций. Вы знаете, я раз уже 100 об этом говорил, я уже устал говорить. Я знаю, как это сделать. Я об арминово говорил. Готовы стать министром спорта? Если вы знаете. Мне достаточно стать советником. Если люди будут это решать, встретиться с Васильевым, я знаю решение. Зачем Маури такие заявления делали? Я, когда я читаю эти заявления, я уже не знаю, смеется ли плакать. По-моему, это просто гангрена или нога, которую нужно отрезать. Вы знаете, я, к сожалению, от хоккейного клуба, от его интересов очень далек. А почему же вы его так защищаете? Погодите, я любой спорт буду защищать. И это, понимаете, это часть культурно-спортивной жизни общества. Путин, о котором мы сегодня уже говорили, сказал четко, не должны поддерживаться профессиональные клубы никакими спорами. Я всегда был противником. Нужно поддерживать детские. Хотите, скажу, это быковская установка из бюджета города или области. Мы все время поддерживаем футбольный клуб «Динамо», хоккейный клуб «Родина», волейбольный клуб, баскетболь. Это нужно, власть должна организовать так. Хоккейный клуб «Родина» трясли всегда с бизнесменов деньги. Погодите, а должны правильно схемы работать, в том числе… А бизнесмены должны свои деньги скрепя зубами вкладывать в умирающий клуб? Ну, смотря какие. Большие. Погодите, если это молочная местная промышленность, ну, так это, наверное, нет. А есть монополисты, естественно, энергетики. А что это не должно быть молочными? У нас есть молочные монополисты. Слушайте, а вы в курсе, что у нас по 500 миллионов тепловики вывозят, которые собирают с населения плату за тепло и горячую воду по 500 миллионов в Москву? С Т-плюс отрисует. А они вообще должны давно это содержать. Все. Значит, Журавлеву в министре спорта, и Т-плюс будет обеспечивать Родину. Есть Лукоил, есть движение нефтепродуктов. Вы бы это сделали? Конечно, сделали бы. Легко. Главное, что должен меня поддержать в этом губернатор, и все, возможно, сделаю. Владимир Журавлев, его особое мнение… Появится Родина, футбольный клуб «Динамо», волейболе и баскетболе, всех появятся хозяевы финансирования, притом вне бюджетной. Владимир Журавлев, его особое мнение, он готов стать министром спорта и найдет сразу же у монополистов деньги на развитие всех профессиональных команд города. Правильно? Я готов стать советником. Для этого мне не нужно быть министром спорта. Я не перевираю ваши слова. Нет. Даже в роли советника, к которому будут прислушиваться. Хорошо, дальше поехали. Про благоустройство поговорим. Люди жалуются на криво уложенную плитку на новых тротуарах города. Вы видели новые тротуары, которые вам нравятся? Ну, во-первых, то, что впервые при нынешней власти стали делать тротуары так массово, это впервые. Хочу в этом положительный момент. Но это не значит, что мы сейчас будем успокаиваться и радоваться, и хлопать в ладоши. Так же, как вы заметили, асфальт положили другой в этом году. Везде в городе. Вот даже не удержусь. Представляете, в моем округе сделали все улицы. Все улицы сделали асфальт. Хотя, может быть, там нужно было и на Октябрьском проспекте и так далее. Ну, потому что когда депутат тоже немножко их поджимает, людей. Представляете, я даже два года назад даже не мог мечтать об этом. А вы участвовали в процессе? Конечно. А как за голосование у нас? Конечно. В собирании документов там. К сожалению, ни один другой депутат в этом не поучаствует. Но люди жалуются на то, что тротуарную плитку кладут криво. И первое же даже лужи ее размыло. И ее сделают, во-первых, не по технологии. То есть технология подразумевает определенный состав. Многослойный пирог, да? В-третьих... Укладка, вы имеете в виду? Да. В-третьих, не сделано водоотведение. А вода, она будет скапливаться на этом. Это во-вторых. Это во-вторых. И в-третьих, закупается, как всегда, некачественная плитка. Вот эту плитку, давайте, я Илья Вячеславовичу шульгину. Пусть проверят на стандарт ГОСТовский. Там цемента не докладывают. А у нас самые большие поставщики плитки кто в городе? КССК. КССК. Некачественная плитка, вы говорите. Мы проверяли. Вот в Александровском парке 3-4 года назад положили всю набережную. Вы посмотрите, разрушается сама плитка. Бывает в укладке проблема, а бывает в плитке, потому что дешево. А почему дешево? Потому что цемента недостаточно. Мы ее взяли, посмотрели, вот я как депутат в этом округе взял. В ней норма по цементу 8 раз ниже. Ну, о чем мы говорим? Так, а вы будете проверять то же самое с асфальтом? Задача плохого асфальта, конечно же, условия водоотведения и все остальное. Но не должна разрушаться сама плитка. А некоторые производители, например, дают гарантию на плитку. ССК дает, по-моему, сколько ли, полгода или год. А есть плиты, которые в Кирове 5, 10, 25 лет дают на брусчатку. Пусть она 30% дорожная, может, смысл ее, потому что стоимость укладки и стоимость брусчатки это примерно 50 на 50. Ну, давайте будем перекладывать через 3-4 года. Значит, дешевая плитка, не соответствующая нормам. Конечно. А вот тут, смотрите, я размещала... Ну, давайте, мои слова, вот любой человек может взять брусчатку, вот она, набережная, вот Александровский парк, взять, есть лаборатория сертифицированная. Ну, проверьте, что там говорит, там все доказывается просто. Когда вот 4 года назад или 3 года назад там по частям укладывали, мы взяли специально брусчатку, я как депутат, потому что были жалобы, проверили недостаток цемента. Вот из-за этого дешевле. Ну, вот еще под конец такая новость интересная. Проходит каждый год в Вятских полянах в августе месяце фестиваль шляп. Это уникальный фестиваль для России, там есть у нас музей шляп. В этом году они соорудили гигантскую шляпу в диаметре почти 5 метров и высотой 2 метра. И теперь говорят, что шляпу негде хранить. Сам музей очень маленький и предлагают любому эту шляпу взять и разместить где-то. И я хочу у вас спросить, как вы считаете, нужно ли сохранять этот объект и где бы им найти применение? Слушай, ну вообще молодцы Вятские поляна. Очень оригинальная идея, креативная. Ну, не знаю, кто создал шляпу, я считаю, что кто родил этого ребенка, кто-то должен пристраивать его. Ну вот они сообщают, они объявили об этом. К сожалению, в Вятских полянах хранится она сейчас на складе, а хочется, чтобы ее люди видели. Ну, по сути, есть фунтавер. Ну, сходу нет, вот вы мне впервые предложите, надо же подумать. Ну, вот смотрите, я сходу могу вам сказать, или я вот что думала, что у нас есть, например, кухольный театр с высокими потолками. Почему бы не устроить временную экспозицию, под ней фотографироваться. У нас достаточно много помещений, торговых центров, где можно было бы повесить шляпу. Можно было бы туда приводить звезд, чтобы они клеили, как на аллее славы, свои звезды. Нет, правда? Ну, слушайте, на самом деле, может быть, надо посмотреть на шляпу живьем. Вот вы сейчас рассказываете. Петровая шляпа. Ну, я примерно представил, да, 5 метров в длину, 2 высоты. Такой цилиндр. 5 метров. Высоту 2 метра. Это рост человека, притом немаленького, да? Ну, дайте мой телефон, может быть, что-нибудь придумаем. В городе. Ну, я не буду давать. Это еще только вам интересно. Это все есть в интернете. Если вы себе не представляете, они сами пускай представляют. Жаль. Я думала, что ты сейчас под конец программы какую-то феерическую идею представил. Хорошо. Я попытаюсь порешать. Не нужно увидеть, понимаете? Вот любой человек... Надо сохранять ее. Хотите вот... Ее можно использовать вообще как-нибудь? Конечно, возможно. Окей. Хорошо. Ну, дело-то, конечно, не в шляпе у нас. Вы знаете, любой нормальный человек, который занят делом... Мне нужно посмотреть, потрогать, потрогать руками и посмотреть, что можно с этим сделать. А вы приезжаете в Лятские поляны в следующий раз на фестиваль. Это такой интересный... Если пригласят, да. Вы представляете, Слава, ну, я же живой человек. А вам индивидуально нужно приглашение? Ну, я даже не слышал про такой фестиваль, честно говоря. Вот видите. И ни один, кстати, представитель правительства тоже не побывал. Ну, наверное, из правительства это неправильно. А расстраивались организаторы. Тоже шляпу не трогали себе. У меня есть объяснение, я городской депутат. То есть меня интересует все, что в городе Кирио. И вот здесь я стараюсь отслеживать. Знаете, шляпу в Кирио? Кстати, вы знаете, я хочу... 15 секунд. ...пригласить в конце, приятное, на углу улицы Казанска и Роза-Эксембург. Сегодня там открывается новый сквер. И самое главное, открывается новый фонтан. Шикарный в виде каменного цветка. Это вот идея. Собрались Горводоканал, администрация Первомайского района, депутат. В частности, и ваша слуга покорная. То есть мы выделили все деньги, сбросились. Горводоканал поставил там насосы, систему вот эту. И там будет шикарное место. Когда люди договорились. Притом, вот этот проект непоказушный. Понимаете, вот просто люди сказали, дай что-нибудь хорошее сделать. Бальзам не на душу, потому что это в рамках проекта 30 скверов. Так хорошо, что это происходит. Ну, там еще и фонтан. Да, это прекрасно. Шикарный. Притом, такого фонтана в городе нет. Крупномеров там не хватает. Ну, я согласен. Вот если скинуть, то крупномерные деревья... Ну, мы подумаем. Там, может быть, эта скультура интересная. Скультура это не деревья. А сквер это деревья. Ну, согласен. Спасибо, все равно радостно. Владимир Журавлев. Приглашаю всех 6 часов сегодня открыто. Программу вела Светлана Занько. Всем хорошего дня.